57 городов позади и вот наконец всероссийский донорский марафон давай вступай добрался до ингушетии отсюда с республиканской станции переливания крови свой забег в ингушетии начинает артем алискеров амбассадор донорство костного мозга в стране инициатор марафона переболев лейкозом пять лет назад и перенеся 31 курс химиотерапии он знает насколько важен донор в нужный момент первая миссия у меня была показать людям что жизнь после онкологии существует может быть лучше что все ограничения голове я на 11 день после последнего вливания химии зашел на брус вот тоже как первый человек в мире потом прибежал полностью озеро байкал с юга на север по льду 770 метров но и процессе уже родилась идея вот этого проекта марафон давай вступай собра молодежь представителей муниципалитетов министерств и ведомств каждый из гостей отмечает насколько акция значима для всей страны не менее важна она и для нашего региона в прошлом году как отмечают представители минздрава рак крови первой стадии был обнаружен у 13 детей среди родственников как по статистике находится только 15 или 20 процентов люди которые генофонсово генетически совпадает с родственниками все остальные люди они должны искать среди жителей нашей республики или по россии близнеца донора у которого совпадает это гена информация поэтому эта миссия наверное самая почетная и самая нужная и социально значимая для нашей россии улан-удэ иркутск уфа оренбург казань каждом из городов артем алискеров бежит 42 километра присоединяются к забегу все желающие в ингушетии он охватил два города на зрань и магас а дальше марафон должны подхватить уже в грозном параллельно вместе с забегом здесь на станции переливания крови проходит акция поучаствовав в ней любой желающий может стать донором костного мозга для этого нужно лишь сдать 2 или 3 миллилитра собственной крови участники акции а это волонтеры медики красного креста и сотрудники службы судебных приставов смогут пополнить федеральный регистр доноров костного мозга процедура вопреки всем мифам безопасная и занимает всего несколько минут костный мозг раньше брался именно с позвоночника а сейчас да в двадцатом столетии наука продвинулась вперед сейчас его уберут с вены тот кто сдавал кровь кто сдавал плазму знает что это не больно и то же самое идет с клетками костного мозга на сегодняшний день федеральном регистре содержится данная 205 тысячах доноров для пациента которым нужна трансплантация мозга наиболее результативен поиск неродственного донора в том регионе где он проживает это исподвигло диану гакаеву поучаствовать в акции знаешь что это может когда-нибудь помочь человеку если я найду своего генетического близнеца это для меня это очень важно я надеюсь мне хотя бы один раз своей жизни удастся пожертвовать своим костным мозгом и помочь человеку это очень важно так как от этого очень сильно зависит спасение жизни людей и это доброе дело которое может сделать каждый человек и я считаю что если ты можешь ты должен делать добро и нести добро в этот мир ежегодно в трансплантации костного мозга нуждаются более 5000 россиян из которых 900 дети сведения о донорах костного мозга занесенных федеральный регистр мало отмечает наталья малышева сотрудник федерального медико-биологического агентства россии на лекции проходящий в рамках донорского марафона она рассказывает студентам медикам что такое федеральный регистр и как в нем зарегистрироваться как правило именно с кавказа доноров ничтожно мало поэтому мы до сих пор видим на центральных каналах телевизоров ну призы по помощи когда родители показать своих детей говорят помогите нужен донор костного мозга срочно приходите вступайте в регистр когда такие уже история показывают по телевизору мы скорее всего не успеем помочь этому ребенку либо взрослому человеку поэтому мы опережаем события пропагандируем донорство костного мозга и наш комплексное мероприятие включает и просветительские лекции до недавнего времени рак крови то есть лейкоз был неизлечим однако сейчас медицина шагнула далеко вперед и ответ на вопрос можно ли выздороветь положительный самая эффективная процедура это трансплантация костного мозга чтобы зарегистрироваться федеральный регистр донорство костного мозга нужно лишь обратиться на станцию переливания и сдать свою кровь захотели сделать это и слушатели лекции я считаю что очень важно потому что мы не знаем что может случиться в нашей жизни каждому человеку требуется помощь мы не знаем кто когда может заболеть этой болезнью и каждый человек может совпасть с генетическим кодом и вот так вот помочь другому человеку акция приурочена годовщине создания федерального регистра доноров костного мозга и гомопоэтических клеток оператором которого является федеральное медико-биологическое агентство россии стартовав 1 сентября она вызвала большой интерес по всей стране а также помогла увеличить количество потенциальных доноров костного мозга 15 тысяч человек уже стали потенциальными донорами вот это вот уже знаете результат который греет там душу почему потому что в регистре всего было 200 тысяч а мы тут за полтора месяца с два сделали плюс 15 тысяч вот и вот как я сказал что очень важно начать но еще важнее чтобы вот этот проект на нем ничего не закончилось чтобы подхватило государство подпотел чтобы все понятно что все структуры государственные все помогают чтобы она просто не затихло чтобы вот этот шлейф он шел дальше 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 и тогда мы действительно придем к тем цифрам которые там ставят задачи я бы хотела обратиться к жителям нашей республики вы сами видите сколько у вас больных с онкологией умирают на пязи от выходите если только ваше здоровье позволяет придите пополните реестр в нашей республике никто не застрахован что с ним будет может быть вот может быть это мне понадобится может быть ребенку понадобится а это дорогого стоит донорский марафон охватывающий все регионы страны завершится 10 ноября на площадке международной выставки форума россия организаторы отмечают ежегодно в стране рак крови диагностируются более 30 тысяч человек найти совместимого донора в нашей стране очень сложно так как в россии много национальностей которых нет больше нигде в мире не дождавшись подходящего донора немало людей умирает поэтому очень важно чтобы такая акция нашла отклик в сердцах многих жителей по всей стране дана плиева султан булгучев новости 24 пире